Всем привет, дорогие друзья, с вами Кузьма Гридин. Привет, друзья, и Антон Власов. Записываем первый с тобой карантинный тикток, чтобы не простоялась работа, партия Трудовые Резервы. Чего-чего, не стоим на месте, совершенно верно, работа продолжается, даже если... Мы работаем на 50 лет вперёд, через 50 лет будет хорошо, наш девиз, партия Трудовые Резервы. Во! Во! Сегодня я предлагаю тебе посмотреть новые тиктоки, которые вышли. Я надеюсь, они все супер кринжовы и супер отстойны, в общем, без лишних слов. Приступим! Бродягу судили, а судью посадили. Ас-саламу алейкум, бродяги, мир вашему дому. Просто какая-то бестолочень гопота. Да, идёт что-то в маске какую-то музыку там. Пацанам скинуть, чтобы посмотрели, блядь, что я... Чтобы, да, чтобы немножко это самое пришли в себя, а то с этим коронавирусом, знаешь, типа, забыли все пацанские понятия. Знаете, раньше, типа, это, появляется девушка, сразу забываешь друзей, вот. Но коронавирус тоже не повод, знаете, тебя друзей забывает. То есть, как бы, болеть-болей, чихать-чихай, но на подъезд-то приходи выпивать. И свои подушечки, главное, ребят, чтобы не простудить простату. Совершенно верно. Блин, жалко, что рейд Биберева не зашёл. Такая классная рубрика была бы. Я прям всё там посмотрел, очень все круто. Очередной челлендж. Для кого это? Для кого надо? Слушай, ну гениально. Ну, мне кажется, они вылили что-то типа лимонного сока. Нет. Ты знаешь, как писать невидимыми чернилами? Что-то я такое припоминаю, да? Тоже лимонный сок связан с этим. Надо, типа, накапать, чтобы проявилось. Нет, ты пишешь лимоновым соком, да, как бы сообщение, а потом над свечкой держишь и проявляется оно. Бля, главное, чтобы не поджечь. Можно использовать свою мочу вместо сока. Тоже? Тоже вроде как. Слушай, ну надо будет как-нибудь там секретных посланий отправить друг другу. Ребят, ребят, все, сейчас все ищем и дома баночки, по-любому есть там, может бабушка консервирует время от времени огурчики, может еще что-то. Все, мочимся. И начинаем писать послания родственникам всем. А я вам скажу, скоро будет так все плохо, что вы консервируете даже свою мачу по банкам. Да, да. Этим и задачился давным-давно Виджелинка. Он и говно консервирует, потому что... А потом нигде не возьмете. А я вам так скажу. Смех смехом смеетесь все, что вот бутылки Виджелинка. Между прочим, я не удивлюсь, если в России она началась, инфекция эта коронавирусная. Именно, блядь, с этих бутылок, да. Там коронавирус бродил, и когда он показывал этому... Либо, наоборот, это антидот, который отпугивает все эти вирусы и прочее, поэтому Виджелинка и будет последним человеком на земле. Виджелинка не заболеет ни при каком раскладе. Только единственное, что от кресла тубом заразился, а так проблем не было особых. Сына потеряли, ёпта-дак. Просто безумие какое-то. Мамам делать лечку, мамам заводят тиктоки. Да нет, сам факт того, что просто, ну, сын потерялся в квартире. Это ж не кот какой-то, который мог забраться под диван. Или еще нет, если его в таких условиях содержат, конечно, но это может быть такое. Не, ну это как пиздец. Чем хочешь... Барбитурщик. Она все, только не колется, единственное, что... Блин, прикинь, как она показала колется? Нет, она сказала, а, колется вот. Как показала, подожди, ну-ка. Типа жгут. Нормально, нет? То есть, как бы, это просто сразу приезжай и, как бы, довяжи. Просто у него дома... Слушай, такой сленг у использования наркотиков, блядь, это мяукать. Слушай, ну, у меня был один друг, он барбитурат принимал, бутерат конкретно пил. Вот, а ему было лет 12. Он такой рано все... Молодой рано все решил попробовать. Он, когда постоянно этот бутерат выпьет, блядь, гуляет по району, он обоссанный весь. Я не знаю, ты такие вещи говоришь, типа, в 12 лет решил уже все попробовать. Слушай, ну, это, да, странно, но это вообще, я сейчас думаю, конечно, вот представить, что по райончику гуляет какой-то 12-летний пацан под бутератом, а с обоссанными штанами. А как бы тогда, это все нормально было, все нормально воспринималось. Ну, и парень идет, ну, вот такой вот, ну, такая вот у него семья, да, то есть, ну, просто... Не, не, ну, это скорее, что, ну, это дела мамины и папины, чтобы там это... Нас это не касается. Да, конечно, чтобы отец потом пришел вообще в хлам, да, под бутератом. Отец его посадил рядом с собой и объяснил ему, что вот чем плохо бутерат, больше так не делай. И что, вы думаете, он такой, я понял, то есть, конечно, плохо. Не, ну, подожди, подожди, давай просто ради дискуссии. То есть, ты считаешь, ну, прям, это вообще жесть, да, если 12-летний ребенок пьет бутерат? А кто это так не считает? Бросьте меня, камень, блядь. А ты хочешь сказать, что это нормально? Не, 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 ну, я просто у тебя спрашиваю, что ты считаешь, что это прям жесть, вот прям на максим... Никит, я считаю, что это прямо жесть. И это так, в средненьком уровне. Нет, нет, на уровне жесть, конечно. Все, я тебя понял, Антон. Ну, какой-то пусть говорят просто. То есть, вы считаете, что это жесть? Да, прям жесть. Жесть, да. Дорогие друзья, хочу напомнить про наших хороших друзей из компании OneX. Сейчас карантин, коронавирус, заняться практически нечем, поэтому ребята подготовили вам огромное количество интересных активностей. У вас, я напоминаю, есть возможность получить до 100 евро на свой бонусный счет. Всю подробную информацию ищите в закрепленном комментарии под этим видео. Привет. Привет. Ты бы встречалась со мной? Нет. Почему? Ты слишком охуяная. Пиздок себе в булочную, блядь. Это криш, ребята, сам натуральный. Эта девушка очень похожа на... На булочницу? Во-первых, да. Но это не как с лишним весом связано. Просто говорю, что похоже реально на булочницу. Нет, просто вот эта причесочка, которая вот идет вот так вот под бровками, она вот так, ну, типа, выдает. Ну, я уже говорил всем, кому не лень, я хейтер таких челок. Злым становится сразу, да, как-то вот, ну, не понимаешь... Да, слушай, ну, я не знаю, мне кажется, это безвкусно, мне кажется, это пошло, мне кажется, это достаточно, ну, с эстетической точки зрения некрасиво. То есть, а ты считаешь, что это прям, это жесть? Ну да, я считаю, это жесть. На уровне детей под бутира 12-летних. Примерно на таком же уровне это находится. Тогда, девчонки, задумайтесь, вот Никите не нравятся такие. И что я еще хотел добавить, бля, просто целая дискуссия на 10-секундное видео какое-то, что да, да, похоже на бывшего моего друга. Вот, очень прям похоже, у него ребенок появился от него, и они что-то развелись там быстро. А что такое? А слушай, ну вот как-то не заладилось семья. Может, он был, вот твой друг слишком тоже охуенным был. Не-не-не. Все нормально? Он любил там, знаешь, каркать. На самом деле он тоже бутират любил, я что-то так вспомнил. Ну что-то не заладилось. Ну да, что-то, ну не с 12 лет, понятное дело. Понятное дело, естественно, это же как бы мы взрослые люди. Как вы видите, я пытаюсь развлекать себя сам. Не получилось, да, развлечься как следует, конечно. Не получилось. Ну, знаете, многие люди сейчас примерно в таком положении находятся, ничего в этом такого нет. Не такого, что на кринжовый как бы. Я вот сейчас, Антон, у меня новая игра, играю в Mountain Blade. Слушай, отключился микрофон у тебя почему-то. У меня? Да, вот я не слышал вот все, что ты сказал. Я играю и сразу пропал, замью теле походу. А, мне Антон показывал сегодня какой-то канал, он стал смотреть там, короче, это... Да, конспирология всякая. Какое-то про сообщество педофилов, блядь, что Анджелина Джоли записала видео о том, что она иллюминаты детей ест. То, что достают из подземелья сейчас операция глобальная идет в парке Нью-Йорка, подземный тоннель, оттуда детей достают. Блядь, какой... Ну, понимаете, то есть сначала я как-то смеялся над этим, да, думаю, Антон прикалывается, а потом... Ну, он правда смотрит все эти каналы, он правда постоянно делится теориями. Не, ну, тоже так, не надо прям вот с плеча-то рубить, то есть верить всему, что все говорят, никогда нельзя. Здесь тоже, как бы, ну, доля правды... Другая доля неправды, блядь, ну, я вам так скажу. Просто это интересно послушать всегда, что, типа, был популярным, а что вы скажете, что QAnon из ниоткуда взялся, да? Все, ладно, друзья, дальше смотрим Тихток, это сейчас это просто забанит канал за мыливание. Самый крутой? Ты думал, ты самый классный? Ты думал, ты самый офигенный? Я хуже, чем ты думал. Тихо я себя... Слушай, ну так, да. Слушай, это третий человек, и, кстати, он тоже познаком... На одного моего знакомого, но только тот курил спайс. Причем очень много лет и курит до сих пор. Вот прям предыдущий, это чисто мой знакомый, который курил спайс на протяжении, там, лет 15. У тебя все знакомые по интересам, что ли, или что, Никита? У тебя, видимо, периодами какими-то сначала, другие, другие. Сейчас с видеоблогерами дружишь. Во дворе разными вещами занимались и... Не знаю, я по гаражам прыгал, ничего такого особо не было. Но нет, у нас был действительно... Не, я тоже по гаражам прыгал, это... Не, я-то с этой темой вообще никогда связан не был, она меня всегда пугала в детстве. Ну, стоило отметить только лишь свитер, наверное, у этого... Свитер хорош, да. Прямо это журнал «Модный текстиль» 2012 года, прям пиздец. Я думаю, даже не 2012 года, а скорее 2002, потому что вот эти вот горло такое, прям вот на кожаную куртку еще сверху одеть, но это так. Я ничего не хочу сказать, но вот у меня у ребят, которые вот по бедне были, у всех такие свитеры были. А у меня тоже такой был. Причем батин. У тебя тоже такой был? Батин, да, был свитер. Когда были времена-то совсем хуевые, я помню, ходил в таком сером свитере с черными ромбиками всякими. Ну, тоже выглядел убого, но теплый был пиздец. Зато не полет. Он и удобный, наверное, очень хороший. Мягкий, мягкий, прям вообще. У меня был свитер вот с такой молнией вдоль. Ой, это вообще просто пиздец. Это тоже 500... Мамка купила рублей за 300 вроде или за 500 в свое время. Я помню, у меня была история, как я с батей пошел ботинки выбирать на рынок звездный. И, короче, какие-то зимние я выбрал. Ну, такие более-менее выглядели, чтобы пиздато, чтобы не засмеяли. Я такой, типа, ходил. Батя говорит, ну что, не скользят они по снегу-то? Я говорю, да вроде нет. Начал на месте, короче, ерус. Батя такой, ну подожди, встань. И он мне въебался сзади по ногам. И я прям поскользнулся и свалился. Он сказал, вот так проверяется, короче, обувь на скользоту. И взяли мы другие. Те не скользили вообще. Еще раз прошел этот тест и не поскользнулся. Я понял, да-да-да. За что спасибо. Отдельное. Чаек. Взгляд похож у человека, который, знаешь, тоже не совсем до конца доверяет СМИ. Что-то он знает. Вам в СМИ об этом не скажут? Ни в каком абсолютно, ни в пропагандонском, ни в либеральном. Но не по телевизору точно. Другие источники. Только интернет, только интернет. Я помню, мама мне как-то раз говорит, слушай, я недавно увидела, ну, сайт. И на этом сайте. Ну, она говорит, ты, конечно, сейчас будешь смеяться. И я сначала тоже как-то это... Ну, там на сайте сообщение от рептилоидов. Да? Да. То есть они сделали обращение. Ответили на все вопросы. Там очень долгий достаточно текст. А прям рептилоид на видео сидел? Нет, нет, нет. Это ответ на вопросы. То есть там интервью с рептилоидом. Да, там как бы спрашивают, то есть кем вы являетесь? А я рептилоид. Прямо так сказал. Ну, он более там подробно описал, что да-да-да, вы нас называете рептилоидами. На самом деле мы с планеты Альфа-Центавра. А, угу. И там вопросы все. Он там рассказывал, зачем Ротшильды нужны, зачем вообще Вторая Мировая была. То есть про Гитлера все там, все это было сказано. Я читал похожие тоже статьи. Могу вам сказать, что, опять же, какая-то доля правды может быть, она есть. Не, ну а что скажется, что типа Ротшильды... Все, в пизду, друзья. Я говорю, вы, главное, не вникайте в это. Это просто пиздец. Вот он постоянно меня этим заебывает. Не, ну подожди. Я просто дома сижу на карантине, делать нечего. Так или иначе, типа, сижу в интернете. А я говорю, сейчас все дома сидят... На глаза попалось. Вот просто это, знаете, что значит просто делать нечего. Вот о чем речь. Это сейчас я дома, вы сидите на карантине. Ребят, я уверен, после карантина будет просто так много людей, которые с ума сойдут. Вот они раньше были заняты работой. Мысли некуда было деть. Ну, то есть они просто вот как бы за станком это... Вы сверливались как и... А сейчас просто... А сейчас все, вы сидите дома, у вас мысли сразу все. Руки некуда приложить, руки-то. Думайте просто... А по-дному, а по-дному потом такие, подождите. Заходите в интернет, открываете ссылочку. Все глубже и глубже внедряя, и все, и в итоге сходите с ума окончательно. Правильно. Сейчас я говорю, все, у кого не было психических отклонений, они появятся, блядь. Нам все беды с башкой. Это, блядь, мем, который будет актуален, блядь, еще года три. Ну, а что делать, Никит? Вот, значит, мы работаем дальше. У нас хотя бы есть занятия. Это футболка, кстати, у него такая, да, вот, сейчас порву. Там в свое время были лучшие батя, там еще какая-то была хуйня. Все это до сих пор и есть, все путем. Это где Путин за очками такой идет. Ну, сейчас оденай такую футболку, одень и пойди погуляй. А что, и кто тебе что скажет? Я не знаю. Думаешь, что не скажут? Нет, а кто скажет? Ну, вот в Москве пропуска выдали, то есть с такой футболку одеваешь, можешь ходить сколько хочешь. Да, это с этой футболкой можешь сколько хочешь ходить. Нет никаких повещений. Тебе просто подходит, знаешь, ты так это, поворачиваешься, да, такой, че, ребят, такое? Нет, все путем. Да нет, ничего, извините, опоздались. А вот идете вы в каком-нибудь Томми Хиллфигере, все, вас сразу выплать. Все, вас пакуют сразу, пакуют и увозят. Так, я... Ты понял хоть что-то? Я не знаю, походу он пришел за корешем погулять его позвать, ему сказали, что легко одет. Потом он приходит, а так, а Дима выйдет, другого объяснения не вижу. Это прямо самый тупой прикол, который, он более того, самый хуево визуализированный прикол, который только есть, потому что не видно ни лица автора, ничего, просто тело. Такое ощущение, что, знаешь, хотел показать, вот он такой, типа, лох в бадлоне, а потом бам, и в куртке с руками перевязанными напиздевал. У него еще и башка перевязана. А, это... Капюшон. Ну, понятно все. Все, да, я думаю, тут даже... Это отменный кринж, конечно. Это отменное говно, блядь, а не кринж. Доча, смотри, что я тебе купила, ну померяй, плиз, блин, ну ладно, убедила, какая дама, моя мама. Нет, слушай, я еще не понял, 100 рублей дали тому. Честно сказать, я не понял, а что с левого видео, какое оно все, какие-то бабки, блядь, бегают по дому, блядь, сюда-сюда. Прямо, что мы тебе купили, посмотри. Мне кажется, что это, типа, ребенок, который не может никак успокоиться, баловаться, и она ей дала 100 рублей, видимо, и она все-таки померила. Да нет, историю справа я понял. А слева история я тоже не понял. Слева я не понял, тетки какие-то по дому бегают, и все. Ну, я тебе так скажу, вот если у тебя слишком долго идет кадр, не меняющийся, типа, слишком много статики, решили добавить немножко... Все, я понял. Просто чувак это придумал, тик-тик, он просто стоит в лесу. За такое можно, знаешь, и поебало получить, если ты... Факи показываешь себе подряд. В определенных кругах вращаешься, да, конечно. Ну, да, 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 в определенных кругах, если вращаешься, ты слова, а нахуя вообще в этих определенных... Вращаться. За слов. Не, ну, понимаешь, там есть свои приколы, то есть там трудно объяснить. А ты вращаешься? А ты вращаешься? Я, ты же не вращаешься. Так сказал просто, будто у тебя какой-то есть круг, в котором ты вращаешься и никому не рассказываешь. Нет, такого нету, а если бы был, я просто, я бы не рассказал, скорее всего. Зачем? Рассказывать всем, что ты в какой-то ОПГ. Для чего? Ну, чтобы... Для чего? Для чего? Чтобы все знали. Узнают не только все, еще и минусы. Что связываться с тобой опасно. Ну, какой-то даджик с энергетиком танцует, а отец как плачет. Слушай, ну, он поет, а не разъеленный... Какой он такой поет? Просто... Ну, как повторяет, как бы, за исполнителем. Ну, а что, я тут, кстати, не такой кринж увидел большой. Не, кринжа никакого нету. Ой, как депрессивно, пиздец. Я прям не могу. Я прям... Мне так плохо стало сейчас. Я прям... Никита, может, закончим сейчас? Я пойду дальше делами заниматься. Потому что ты вот... Типа я как чертик. Она потом вот очень сильно сузилась, как лед стал. Нет, слушай, это какой-то бред. Я не понимаю, просто как подборка это делается. Потому что... Где кикесы? Где, блядь, реальный кринж? Где, блядь, реальный дебилизм? Вот так ладно! Эй! Я не понимаю, это мелкий школьник или... Кто это такой? Слушай, какой-то ебало надутая, по-моему, разбитая она просто... Я вот не могу понять, это все происходит в очень огромной парадной, с очень огромными перилами? Либо это просто очень маленький человек? Я думаю, что это просто супер маленький человек. Это вот... Не знаю, король какой-то. Ты школьник лет шесть, что ли? Слушай, очень маленький. У него там рядом дверь была, и он даже на ручки не доставал. Это, знаете, этот Каштымский карлик, блядь, которого бабка подобрала и выходила. И вот... Каштымский, это не мальчик Алеша, помнишь? Да-да-да-да, это он. Вот Каштымский карлик. В смысле? А там же он живой был вообще или нет? Ну, короче, как говорят, типа, тарелка разъебалась, бабка его оттуда достала. И он был живой еще, типа, день-два, какое-то такое время. Ну, короче, типа, все равно, мне удалось, как бы, бабке его выходить. Он, конечно, умер, но она все равно, типа... Так а что в итоге это на самом деле было? Ну, хуй знает. Ну, Каштымский карлик, ты что-то переспрашиваешь? Пою, поюшки, пою, не ложись на краю, придет, сука, I love you, и убьет любовь твою. Дергают меня такие видео. Слушай, да-да-да. Типа, знаешь, бля, хватит нарушать мое личное пространство. Слишком она много занимается. Ну, не-не-не, я не про это. Просто в целом близко слишком видео. Близко, понимаешь меня? Близко. То есть я смотрю, у меня на весь экран это, и вот на меня давят-давят. Хватит-хватит, сделайте два шага назад. Вот как сейчас, девушка, вот, что вот примерно в таком же расстоянии были в ТикТоке. Она очень высокая, смотри, прям до подолка, или ракурс такой. Вот, 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 что мы хотели себе видеть. Слушай, это да, но я очень понял, конечно, вот, знаешь, когда вот что-то придумываем, что-то делаем, да, вот такое нормальное, где там шутки какие-то пишем, мы думаем, типа, вот как там потоньше сделать, поинтереснее саму структуру шутки, чтобы она зашла как-то и про. Это вообще не нужно. Вообще, это нахуй не нужно. Нужно юмору прощать вот прям до самого элементарного. То есть вот, знаешь, как вот кривляние. Вот это все уже, типа, это, блядь, топ. Это уже смешно, во-первых. А во-вторых, если ты еще будешь под это все кривляться как следует, то есть вот неженую себя, там, мышечную мускулатуру, то есть ты тогда уже, как бы, войдешь в разряд вот прям, знаешь, вот комиков. Ты войдешь в разряд настоящих, типа, знаешь, комедиологов по типу Аристофана, то есть вот такого же Древнего Рима. Российский мистер Бин, я ему могу выбрать свое звание, потому что это вот прям вот... Не, ну ты совсем, что ли, ахуй, мистер Бин отлично сделанная визуальная комедия. Вообще, я тебе говорю, ты говоришь о реальной комедии. Извините, подожди, 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 стойко, мы сейчас с тобой, вот именно что? Ты не путай, он англичанин, что ли, по-твоему, он русский. Я тебя понимаю, но ты-то говоришь о том, что там, типа, у мистера Бина, она великая именно визуальная комедия хорошая, поэтому транслирует во весь мир. А я тебе говорю, не нужно этого. Элементарная должна быть именно кривляние, а не артистизм. И именно элементарные шутки, они лучше заходят. Я, когда шутил с телочками, вообще хуйня хуйней, когда шутили, блядь, мои друганы, которые вообще шутить не умеют и прямо супер не смешные. Блядь, телки только так на это. Да, да, вот они жанну, баклажана, блядь, и все, это нахуй разрыв. Ребят, все, нужно, блядь, максимально делайте просто. Грещеный. А я нет. Может согрешу? Промотай какие-то купола, согреши. Ты не приключайся, я займу всего лишь 15 секунд твоего времени. Мне нужно сказать тебе очень важное. Я Ролика, и я люблю BTS. BTS! А, вот они, вот эти люди, да, которые слушают BTS. Эти люди в основном маленькие девочки, а не такие. А это просто, он все делает такое фриковое. Ничего, я не понял, он хуёвый, блядь. Тикток бесполезный. Это полная хуйня, вот я хочу, чтобы ты обратил внимание, что вот у девушки прическа похожа, как, знаешь, в лего такие большие, типа. Можно снять ее просто и другую, поешь, шляпу, например. Очень, очень. А где эти люди все работают, интересно? Вот где вот он работает, вот этот вот чувак? Вот он же просто как бы ты должен? Он блогер. Еще, наверное, лучше меня живет. Антон, мне кажется, все живут лучше тебе. Потому что все слепо, блядь, игнорируют какие-то обычные, самые простые вещи, блядь. Сидите, смотрите свои новости. Я думаю, даже когда у тебя особняк будет, все равно ты будешь жить хуже всех. Ну, правильно, нужно же, блядь, еще, понимаешь? Покупаешь особняк, у него мебель нужна. Купил мебель такой, думаешь, блядь, но я в таком особняке живу, что теперь, блядь, я буду в метро, что ли, ездить? Машу, да Rolls-Royce. Я тебе так скажу, если ты свободный, то тебе и стены тюрьмы не будут казаться узкими. Выебал, выебал, смотри, ты повелась такая дура. Разписать тебя. Не, это грустно на самом деле, потому что это, конечно, блядь, дико, когда твой там муж бегает, спит со всеми подряд. В смысле? В смысле? Чего ты взял, что именно? Ну, ты посвящается женщинам, которые спят женатиками. Да нет, нет, это все ей кажется. Вот я тебе так скажу, женщины, она слишком мнительная. Думаешь? Конечно, конечно, она вот больше, ну, как сказать, больше придумывает. Ну, кто изменит такой красавец? Я бы не стал. Мне кажется, она очень сильно ударить может. Вот есть женщина, которая знает, как бить, да? Она тебя может отпиздить, пока ты лежишь, отдыхаешь. Она прям, они вот такие вот. Сначала приходишь, все нормально? Да, да. Спрашиваешь, что ли? Все нормально, все. Ну, ничего, не обиделся? Положишься спать, тебе просто побалдецкого рода какой-нибудь. Просто тебя отпиздили, вот пока ты беспомощный. И тогда ты начинаешь понимать, что как-то... Или когда сидишь, во что-то играешь. Да, тебе может по затылку дать сильно, да? Ой, блядь. Ёбан. Ну, понял. Каштымовский карлик... Вот если бы он выжил, моделировать ситуацию, да, вот, Каштымовский карлик бы вот так вот себя бы вел, мне кажется. В принципе, это и мы видим инопланетянин на собой достойный. У них просто, знаете, вот эта вот фаза развития гораздо выше, то есть у них там любовь преобладает. Я просто понимаю, если бы мы с тобой бы сняли что-то подобное. Да, да, да. Или началось бы с того, что ты, знаешь, встаешь на этот лонгбор, и он просто пополам ломается. У меня была такая ситуация, я встал одной ногой, второй оторвал и упал, и порвал джинсы новые, прям вообще навьё. Это скейтборд был? Да. А ты катался на скейте, Антон? Очень давно, но да, умел кататься. А прыгать? Олли делать? Нет, ты ебануешь, что ли? А, кикфлип. Ебануешь, что ли? Какие кикфлипы? Я объяснял уже сто раз, как это всё выглядело. Просто ты идёшь со скейтбордом по московской, садишься на него и пьёшь пиво, ягуар. Нет, я вот, знаешь, я умел делать Олли в один момент, очень хуёвый, но этот был Олли. Ну, Оля, это просто прыжок, и в этом нет ничего сложного, то есть ты недельку попрактикуешься. Да всё равно. Да нет, чувак, это хуйня. Прям, знаешь, это то же самое, как аккорд взять на гитаре, то есть, по сути, это такая же сложность. Первый день тебе, наверное, сложно, но к концу дня ты уже, в принципе, можешь взять аккорд, а недельку потренируешься и можешь взять, ну, чтобы он звучал нормально. И так же с Олей. Слушай, а может, на лето купим лонгборды и будем кататься? Ты чё, ёбнулся, что ли? Какой лонгборды, Антон? Мы с тобой будем на лонгбордах, как есть знаменитое фото толстяков, которые на этом мотоциклах маленьких. Знаменитое толстяки на лонгбордах. Ещё с сигаретой, знаешь. Да-да-да, чтобы гепко, чтобы было назад. Какой лонгборд, блядь? Я тебе каждый раз, когда говорю, Антон, давай пойдём прогуляемся на 30 минут, проветримся из офиса, ты говоришь, да нахуй это надо, блядь? Давай на машине сядем, блядь, пойди. Я говорю, да я не хочу ехать на машине, я хочу прогуляться. Какой лонгборд с тобой нет? А вот на лонгбордах мы бы и поехали. Всё, ладно. Вот чувак слева... Слева чувак похож на рыбу. Ну нет, я имею в виду не рыбу, что на карася. А есть чувак из тупо сплэш, у него кликуха рыба. И вот он очень похож на рыбу. Может он и есть? Это он, скорее всего, и есть. Но у рыбы просто глаза в разные стороны ещё, поэтому у него кликуха рыба. А, рыба он, да. Потому что у него глаза один сюда, один сюда. И как бы он может по бокам быть, как рыба. А вот, слушай, а у таких людей действительно... Не, я не думаю. Мне кажется, они и слепые на этот глаз. Да ну, да ну, нет, я сейчас расстроился прям сильно. Я-то думал, ты сейчас скажешь, да, конечно. То есть он может видеть себя за ушами. Как коты, что ли, блядь? А что, и коты так угадают? Не знаю, вряд ли. У котов не такие глаза. Ты знал, что у котов зрачки квадратные? Да. Это вообще... Число зверя, что ли. Пришёл 100 рублей спросить просто. Примерно так это и выглядит, когда к бабушке к моей приходил, чел, да. Вера Арсения, 100 рублей. Я тебе так скажу, алкашам давать деньги можно. Алкаши почти всегда возвращают. Нельзя давать деньги... Алкаши возвращают, потому что они прекрасно знают, что если они не вернут, прикроется лавочка, где они смогут 100 рублей всегда вот выпросить и прочее. Вот кому нельзя давать, это вот ребятам, которым коллекторы ходят, которые вот просто часто в долг хотят взять именно такие там, ну, слушай, 5 тысяч дай, через месяц верну. Не, не надо. А такие люди не умеют распоряжаться финансами. Они не вернут вам никогда ничего. Вот даже вот этот вот умеет распоряжаться финансами лучше, чем вот потребители кредитов бездумные, которые берут всё подряд. Всё подряд. Даже так, есть деньги, всё, вот у тебя там 5 тысяч рублей, можешь пойти на них купить себе что-то. Всё равно, идёт, берёт рассрочку. На этом всё, дорогие друзья, с вами был новый выпуск ТикТок. Подписывайтесь на канал Антона Власова. Там очень много интересных видео про то, как наш мир устроен на самом деле. Ну, да, поймёте гораздо больше. Чем понимали до этого. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки под этим роликом. Всем пока.